Арма 8х8 В зависимости от модификации, может иметь 3 или 4 оси, колесная формула 6х6 и 8х8. БТР может перевозить экипаж из 10 человек, включая командира, водителя и восьмерых солдат в модификации 6х6 и 12 человек в модификации 8х8. Бронетранспортер Арма обладает гибкой мобильностью и обеспечивает высокий уровень противоминной и баллистической защиты. Корпус сварной с V-образным днищем полностью защищен от биологического и химического оружия. Внутри установлены специальные сидения, которые наряду с дорожным просветом в 425 мм уменьшают негативные воздействия на экипаж и десант от подрыва мин. Арма весит 24 тонны, имеет новую гидропневматическую подвеску. Двигатель расположен в передней части корпуса. Это в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Водитель бронетранспортера нажатием кнопки может легко переключаться с мощного режима 8х8 на более экономичный режим 8х4 или из сухопутного в амфибийный. Двигатель мощностью в 720 л.с. разгоняет машину по шоссе до 105 км в час, запас хода 700 км. Арма может передвигаться на спущенных шинах и в стандартной комплектации, также оснащен центральной системой подкачки колес. Боевая машина может перевозиться по железной дороге, морю и воздуху с помощью С-130 или других подобных грузовых самолетов. БТР обладает полными амфибийными возможностями, скорость на воде до 8 км в час. Атакар Арма разработан по модульной схеме, что дает возможность создавать различные модификации, в зависимости от требований военных различных стран мира. Эта машина может производиться в варианте БТР, боевой машины пехоты, подвижного командного пункта, машины ведения разведки или машины огневой поддержки пехоты. Благодаря модульности и высокой защищенной конструкции бронированного корпуса, Арма является многофункциональной платформой, позволяющей интегрировать различные типы боевой техники или вооруженных систем, которые могут удовлетворить текущие потребности современных армий в реальных боевых и миротворческих операциях. Боевой модуль МИЦРАК состоит из 30-мм пушки 2.42 и 7.62-мм пулемета. Имеется возможность установки управляемого вручную или дистанционного вооружения, а именно, дистанционно управляемые пулеметы разного калибра, противотанковые ракетные пусковые установки, минометы, зенитные и ракетные пусковые установки.